Добрый вечер. На следующей неделе исполнится два месяца с тех пор, как состоялись парламентские выборы. А обещания политиков остаются пока только обещаниями. Большинство нет, парламент не работает, о формировании правительства пока даже речь не идет. Если так будет продолжаться еще два месяца, досрочных выборов не избежать. На этой неделе блока КУМ предложил создать рабочую группу с партией социалистов для обсуждения выдвинутых законодательных инициатив. А социалисты согласны обсуждать их только при условии создания официальной коалиции. По сути, переговоры зашли в тупик, даже не начавшись. Почему так происходит и что будет дальше, поговорим. Сегодня пятница, я Анатолий Голя. И у нас в студии слева направо, для зрителей слева, для меня справа. Владимир Цуркан, депутат от партии социалистов. Добрый вечер. И Стас Бартанян, депутат от партии социалистов. Добрый вечер. А также слева от меня, справа от вас, представители правого блока КУМ, вице-председатель партии платформа «Да» Александр Слуцарь. Добрый вечер. И представитель партии «Действия и солидарности» Пас Михай Попшой. Добрый вечер. Все депутаты парламента, все участвуют в не начавшихся переговорах по формированию парламентского большинства. Мы в прямом эфире, можете задавать вопросы по ходу передачи, но вопросов у меня у самого много. Итак, наверное, первый вопрос к представителям блока «АКУМ». Чем должна заниматься рабочая группа, которую вы предложили? Если нет общей повестки дня, нет коалиции, не будет формироваться правительство в обозримом будущем, для чего рабочая группа? Ну, хотя бы для того, чтобы сформировать руководящие органы парламента. Если вы внимательно смотрели наше предложение, там было сказано, что мы предлагаем создать рабочую группу для обсуждения общих проектов закона по делегархизации и улучшению жизни людей и формированию рабочих органов парламента. Парламент не работает уже месяц. Вот 21 числа будет месяц, как было заседание. В таком темпе и с таким подходом и следующие два месяца он не будет работать. И возникает законное основание и у нас, как депутатов, и у граждан. Почему мы не работаем? Почему мы не возобновляем работу и заседание парламента? Так вот и мы хотим понять. Смотрите, есть три актера политических. Я Шора не считаю. Это даже не хвостик. Есть три актера. Демократы, мы и социалисты. Чего хотят демократы, по-моему, уже понятно все. Они хотят досрочных выборов по этой системе. Не уверен. А я уверен. Я уверен, что они хотят. Это первая их задача. Это первая задача, потому что таким образом они обкатали административный ресурс, финансовый ресурс, информационный ресурс. Посмотрели, что кое-какие вещи им сошли с рук. Почему бы не повторить второй раз, чтобы улучшить свой результат. Понятно. Другие два актера хотят разного. Разного хотят. С одной стороны, стратегически мы разные партии. Мы по-разному смотрим на будущее Молдовы. У нас своя программа, у партии социалистов их программа. Многие вещи там несовместимы. Но вот в этом треугольнике, где одна вершина, демократическая партия, она вообще для нас неинтересна. По крайней мере для Акума. От социалистов мы так и не слышали четкой позиции. Потому что заявление партии социалистов достаточно такое. Более, что нет ни в коем случае с демократами. Дадон, который говорит, что он то над схваткой, то в схватках, то под схваткой. Он говорит, что я так вчера, как его слышал, что возможны варианты с демократической партией. Но для нас эта вершина не существует. И вот есть вот эти две других стороны. Мы и социалисты. Много разного. Но есть что-то общее. Мы сказали, как мы видим. Вот формирование парламента, миноритарное правительство. Социалисты сказали, что нет. Коалиция на 4 года, клятвина. Что скажут социалисты, сейчас мы... Сейчас узнаем. И буквально одну минуту. Но есть общее. Есть общее. То, что обещали и те, и другие. И мы обещали. У нас это было красной линией. Диалегархизация, борьба с коррупцией, построение правового государства. То же самое я очень часто слышал и от социалистов. И это есть в их программе. Так почему, если у нас есть стратегические разногласия? Если мы не можем сейчас говорить о долгосрочной коалиции, почему мы не можем начать с того, что нас объединяет? Учитывая, что у нас нулевой уровень доверия, но есть какие-то вещи совместные. Почему мы не можем начать обсуждать эти проекты и формировать рабочие органы парламента? Рабочие органы парламента, включая спикера. Включая спикера. Мы считаем, что начинать надо с тех органов, с которых начинается законодательный процесс. Спикер в этом процессе последняя фигура. Он подписывает только законы, постоянное бюро, комиссии. Социалисты утверждают, что, ну не только социалисты, что надо начинать со спикера. Все это мы готовы обсуждать на рабочей группе. Спасибо. Пожалуйста, господа, кто, почему социалисты не хотят участвовать в рабочей группе, куда они уже делегировали по три представителя, чтобы обсудить, с чего начать. Как-то деблокировать. Тем более, что у социалистов сейчас и временный спикер, да, председательствующий на заседании парламента. Он, как бы, старший депутат. Старший депутат по возрасту. Это почетная должность. Она, как бы, кому-то же надо на первое заседание. Он может созвать заседание. Значит, ну, вообще созывается заседание, может быть создано заседание. Общее правило есть, зафиксировано в регламенте парламента. По приложению одно не менее, чем одно и третье. Это заседание, но это продолжение первого заседания парламента. Мы там по этому поводу, чтобы сейчас эти вопросы снять, мы по этому поводу обращались в 2015 году. Я лично был один из авторов этого обращения в Конституционный суд. Там такая же история у нас примерно произошла. Только тогда, значит, без объявления паузы, просто заседание объявлено было законченным. И мы все с этим, когда нет председателя парламента, нет постоянного бюро, нет рабочих органов, тогда обратились в Конституционный суд, чтобы дали толкование этим нормам. На что Конституционный суд ответил, что в данном случае парламент является абсолютно автономным, суверенным органом, представителем законодательной власти, и, значит, действует общее правило, которое предусмотрено. А именно, при правом созыва заседания обладает в том числе не менее одной и третьей депутатов. Ну, это технологическая сторона, да, это деталь. Я думаю, что самое главное все-таки, чтобы, ну, давайте так будем говорить, ну, не смешить народ, и не раздражать, и не доводить их до отчаяния. Уже? Уже, уже эти процессы нашли. Первые два слова уже люди обсуждают. Для того, чтобы не просто, вот, я слышал от некоторых экспертов, и, кстати, от представителей, значит, блока АКУМ, давайте мы соберемся, значит, вчера там кто-то из экспертов говорит, ну, вот, пусть каждая фракция выдвинет своего кандидата, проведем процесс голосования, посмотрим, что к чему и как. Но ведь это же издевательство. Голосование тайное или... Голосование тайное. Должно быть большинство избранных депутатов, если проголосуют за представителя парламента. Но всем понятно, что этот процесс закончится чем? Пройдет первый тур, никто не наберет. Второй тур, первые двое, набравшие большее количество голосов, опять не наберет необходимого большинства. И опять перерыв. Так, нужны ли эти спектакли? Не нужны никому. Поэтому мы с самого начала пошли по пути абсолютно прагматичному и в то же время абсолютно законному, юридически обоснованному. Я вот здесь не могу согласиться с коллегой, что представитель парламента это завершение законодательного процесса. При принятии закона? Нет, любой проект закона, который поступает в парламент, а регистрируется в секториате, передается председателю парламента. Это только его право распределить по комиссиям постоянным, по профилю, определив какая из них основная, какая может быть еще две основных, распределить для подготовки заключения или рапорта, а потом на уровне постоянного бюро определиться с повесткой дня заседания и будет определено заключение комиссии. Да, то есть в любом случае все начинается с председателя парламента. Без этого мы просто нечем, потому что председатель парламента предлагает заместителей. Нет, так они говорят, что вот рабочая группа, начинаем с председателя парламента, да? С рабочих органов парламента. С рабочих органов, но в конце только обстоятельства парламента. И вот здесь возник вопрос, и здесь возник вопрос. Для того, чтобы провести заседание рабочей группы, первое, второе, третье, десятое, очень хорошо, что наконец-то сформировалась одна из целей, что именно для того, чтобы определиться с порядком избрания руководящих органов, мы об этом и говорим, что мы должны собираться для того, чтобы в конечном итоге был какой-то результат. Да, должен быть финал этого заседания, этой встречи рабочей группы, этого обсуждения, которое будет вынесено потом на уровень коллегиальных органов партии и примут решение. Да, с этими предложениями рабочей группы согласны или какие-то корректировки. Это рабочий процесс. Так вот, конечно же, мы здесь должны сразу определиться. И вот те категоричные заявления, которые были сделаны представителем блока ОКУМ, вот имейте в виду, что представители парламента и премьер, это в любом случае, вот мы обозначаем кто. А вы, ну как бы вот, как мы назвали одного из актеров, вы будете ассистировать. Ну, дорогие мои, давайте включим и логику, и опыт международный, и юриспруденцию, и практику, что угодно. Будучи вы бы на нашем месте, вы бы как бы поступили? Аналогичным образом. Конечно же, нам, у нас большее количество мандатов. Это не прихоть там Цуркана или кого-то еще, это мнение народа. Вот этой партии дали больший мандат доверия и большее количество мандатов депутатских. Значит, мы имеем право определиться. И мы совершенно рационально подошли. Я понимаю, вы не можете поддержать миноритарное правительство и кандидатуры блока ОКУМ на пост председателя парламента премьер-министра. Потому что социалисты... Мы на пост премьера-министра бы сказали. На пост премьера-министра. Пожалуйста, мы поддержим. Председателя парламента, мы считаем, что все-таки должен был представитель партии специалистов. Сейчас вопрос в том, почему не сесть в этой рабочей группе комиссии, как хотите так называйте, чтобы начать обсуждение. Ну вот, я думаю, что на следующей неделе, если вы готовы обсуждать именно таким образом, что какова должна быть процедура назначения руководящих рабочих органов парламента. То есть, кто это будет, согласовать, кто эта кандидатура будет. Потому что было заседание... Только после этого можно выходить на первое заседание, чтобы быть абсолютно уверенными, спокойными всем и людям, что они наконец-то начали нормально функционировать. После этого идти по пути избрания заместителей председателя парламента, значит, постоянное бюро... Комиссии. Комиссии. И затем приступать на уровне этой рабочей группы, мы тоже должны отработать, какова будет наша дорожная карта, какие проекты законов. Вы предложили свой пакет проектов законов, мы предложили свой проект законов. При этом, вы если заметили, а все люди заметили, что мы говорим, что мы не возражаем против тех проектов законов, которые предложили. Более того, кроме закона Магнитского, но в том числе и за отберевание Микста. Я правильно понял, Владимир Владимирович? Нет, я просто хотел уточнить. Ну так я вот сейчас уточню. Кроме закона Магнитского, это первое. Второе. Более того, если говорить о том пакете, который вы в начале... Значит, потом, сейчас вот у вас появилось еще пять проектов закона. Их уже одиннадцать. Значит, ведь абсолютное большинство из первого пакета, это были те, которые мы уже проходили, как говорится. Декларация о признании захваченного характера государства была у нас... Кстати, декларацию можно принять в самом начале. Да. Да, декларацию можно принять. У нас политическая оценка. Но вы поймите, если мы серьезно собираемся идти по этому пути, серьезно работать, так, чтобы это было не калиф на час, не парламент на... На день. На день. На день, да. Проголосовали декларацию и потом, хоп, застопрились. Не, это как... Мы должны идти... И сели думать дальше, что делать. Это как залог добрых намерений. Мы должны подходить к этому делу не просто конструктивно, но и рационально. А рациональное зерно именно в этом мы видим. Если мы хотим функциональный парламент, и если мы хотим действительно после этого идти по этому пути, который вы определили, предлагаете, мы определили какой, согласовывать, вот там уже эта рабочая группа будет активно работать над каждым проектом закон. Я правильно понимаю, что... Определять, что на эту повестку дня сегодня выносится этот и этот, но мы выходим с мнением, что и этот, и этот будет проголосовывать. На прошлой неделе... Потому что аналогично и подводить друг друга, или, как говорят в народе, кидать друг друга, это нельзя. На прошлой неделе АКУМ во вторник сделали это предложение. Господин Батрынча, исполнительный секретарь партии социалистов, обтекаемо ответил, что без коалиции... Что же там обтекаемо? Он просто сказал, что не будет. Без коалиции нет ответа. Но официального ответа еще не было. Дорогие мои, я хочу, чтобы в спокойном режиме еще раз посмотрели, почитали статью 4, пункт 12 регламента парламента. Там очень четко говорится. Причем это одна из первых статей, еще даже до избрания председателя парламента. Формирование фракции. И в этой статье «Формирование фракции», где говорится, что это, как это, почему это и как, и так далее, дальше говорится, что, и это логика, для того, чтобы дальше приступать к формированию функционального парламента, необходимо определить, а есть ли та масса большинства, которая будет дальше фактически и этим парламентом руководить, и дальше уже формировать правительство и голосовать за правительство. Поэтому в этой статье четко обозначено, что такое это большинство, чтобы не возникало ни у кого вопросов, сколько это, как их назвать и так далее. В законе это называется «фракция» либо «коалиция фракций». Это текст закона, регламента, который включает… Я считаю, что мы не должны быть заложниками понятий. Потому что если так, то надо сейчас входить в ДЭКС. Что такое «коалиция», что такое «альянс», «разница». Нас это не интересует. Заинтересованный телезритель сейчас пишет, а почему не изменить регламент и не избрать два председателя парламента? Потому что нет председателя парламента, нет заместителей, нет бюро постоянного. Нельзя менять регламент. Это противоречит Конституцию. Во-первых, и правилетическая институция – это с точки зрения второго председателя парламента. Давайте два премьера изберем. Тоже вариант. Три президента, четыре генпрокурора. Шутками, конечно. Но если ответить на ваш вопрос, вы правильно заметили, общей повестки дня нет. И, к сожалению, она не просматривается. Так давайте придем на вот эти рабочие группы, попытаемся построить… Как не просматривается? У вас есть законопроекты, и у вас есть законопроекты, которые совпадают с предвыборной программой. Я имею в виду о повестке, которая была бы принята обоими сторонами. Это пока не просматривается. Так давайте сядем в этой рабочей группе, попытаемся найти повестку дня, которая устроит обе стороны. Если на следующей неделе на самом деле будет официальная позиция, и эти рабочие группы начнут работать, это, думаю, будет позитив, потому что много… Подарок к Пасхе гражданам. Можно колкостями обмениваться в прессе долго и ругаться на телевидении. Это не прогресс. Надо попытаться работать так, чтобы люди видели, что мы серьезные намерения. Я хотел бы пару слов, мы сейчас буквально пару минут, я пришел со встречи с делегацией Конгресса США, коллеги по СРМ были в Москве, мы в Вашингтоне летали, сюда приехали 8 конгрессменов США. Ну, конгрессмены встречались сегодня и с премьер-министром, и с президентом. Да, не встречались с Плохотнюком, хотя он очень сильно хотел. Хотел или не хотел? Хотел, конечно, но как ему не хотеть? Но, видимо, люди должны сделать свои выводы, если конгрессмены США решили с ними встречаться. Так вот, мы с ними общались долго, очень интересный разговор был, и в конце концов пришли к пониманию, как бы это висело в воздухе, все это понимают, что для КУМ с демократами общения быть не может. И с двух зол мы выбираем меньшее. Получится ли что-нибудь? Посмотрим. Но есть понимание, и в чем-то даже поддержка, начинание пытаться побороть олигархический режим в Молдове, если будет серьезные намерения со стороны наших коллег из партии социалистов. И вот первый шаг к этому будут именно эти рабочие. То есть Америка вас поддерживает? Ну, по крайней мере, разговор был... Потому что до сих пор Демпартия говорила, Америка нас поддерживает, Вашингтон с нами. По крайней мере, разговор был предметный и позитивный. И нет недопониманий в том, чего мы хотим и почему мы хотим, и почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. Потому что нигде, нигде, ни в одной столице Евросоюза, может, с одной маленькой оговоркой, ни у кого нет недопонимания, что в Молдове реальный авторитаризм и олигархия. И перспективы для страны в такой ситуации нет никакой. Поэтому надо сделать все усилия, чтобы изменить вот эту ситуацию в том, что касается политического контроля над буквально всеми институтами власти. Вот интересный за ночью был с Конституционным судом. Да, видимо, товарищ Лохотнюк начинает переживать. И надо ему этих переживаний попривавить. Я не чувствую, чтобы он особо переживал. Демократы как раз выжидают. В Конституционный суд, вот эти три так называемых независимых депутата, это показывает некоторую слабость, некоторое переживание, так скажем. И позиции международных партнеров тоже всем известны. Но если вернуться к проблеме спикера. Мы же говорим, спикер на первой этапе. Во-первых, когда вы говорите о коалиции, в классическом смысле этого слова. Ну, на данном этапе нам это немножко, как бы, чуть ли не рановато. Потому что, ну, ребенка еще нет, а вы нас уже на куматрию зовете. Я извиняюсь, я назвал только слово из законного регламента. Там написано так. Что такое большинство? Это или фракция одна, или коалиция фракции. Я думаю, что это много. Ну, и не написано, что без большинства нельзя, без официального декларирования большинства и подписания о коалиции, нельзя принимать закон. Вот именно. Давайте включать, хорошо. Нет, нет, позвольте мне добавить буквально два слова. А я потом объясню, почему надо еще, кроме того, и логику включать. Мы предлагаем, если до коалиции речи не идет, и о избрании премьера далеко. Думаю, есть согласие из вашей стороны, из вашей избирателей, наши избиратели согласятся, что надо что-то делать с этим режимом. Мы можем избрать спикера для того, чтобы проголосовать эти законы. Спикер должен быть атакум из трех причин. Первая причина – это недоверие. Был микс, были судьи, было много. На прошлой неделе в фалештах председателях консилиалов от ДПМ вместе социалистами избрали. Много чего было. Доверия мало. Поэтому шаг в построении этого доверия был бы избрание спикера атакум. Второй аргумент – математика. Спикера атакум можно снять на следующий день другими голосами в парламенте. Шор, ДПМ и социалисты имеют более чем конституционное большинство. Спикера от социалистов снять невозможно без социалистов. Математика – вещь упертая. И в конце концов, третий аргумент, такой более простой, но доходчивый. У вас, уважаемые коллеги, есть президент. Худо-бедно, есть одна ветвь власти, существенная. У Плохотнюка сейчас, к сожалению, есть правительство. У блока Акум нет никакого понимания, что… Вы говорили о том, что о доверии, кто кого может кинуть. Это тоже ничего не означает. Избрание спикера от блока Акум для того, чтобы нам удостовериться, что есть доверие. Гарантия. Гарантия, что эти законы будут приняты. И не больше. После этого мы можем… Этот этап заканчивается. Мы можем обнулить счетчик, так сказать, и начинаем сначала. Есть желание идти дальше. Идем дальше. Нет желания идти дальше. Останавливаемся. Останавливаемся. Идем дальше. Обнуляем. У нас короткая реклама. После этого вы объясните свою позицию, почему нельзя так, как они предлагают. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в прямой эфир. Продолжаем обсуждение. Хотел сделать одно уточнение. Вот мне пишет Муравский Александр Сергеевич, известный вам. В статье 4 пункта 12 и 13 регламента парламента дается определение большинства и оппозиции. Но нигде, ни в одном законе не сказано, что большинство обязательно должно быть создано. Объясняю уважаемому, уважаемому, уважаемому Александру. Объясняю уважаемому Александру. Исходим из того, что А. Все мы хотим, чтобы парламент был функциональным. Первое. Александр тоже хочет. Второе. Все мы хотим, чтобы этот парламент принимал законы. Естественно. Все мы хотим, но для этого должно быть соблюдено это правило 4 статьи 12. Почему? Потому что если не будет этого большинства, то тогда парламент не будет функциональным. Он не будет принимать законы. И тогда он не будет работать и ожидает нас то, что... Через три минуты. Если на каждое голосование большинство будет создано по каждому закону, парламент не может работать. Это не значит, что могут происходить какие-то, естественно, отклонения. Но мы сейчас говорим о первом шаге, который должен был сделать для того, чтобы запустить функциональность. И первый шаг – это избрание рабочих органов. И прежде всего руководство парламента, бюро, комиссии. С этим мы не спорим. Пожалуйста, дайте сказать господину Вартаняну, он еще практически не говорит. В двух словах. Начнем с того, что давайте еще раз, если кто-то из наших телезрителей не знает четкую и простую позицию партии социалистов относительно того, что делать дальше. У нас позиция очень простая. Мы либо договариваемся с АКУМ, либо идем на досрочный выбор. Мы четко сказали, что никаких коалиций с демократической партией не будет. Первое. Второе. Вы знаете, я начну немножко... Так четко не было сказано. Ты очень четко сказал. Все говорят. Господин Додон все четко говорили. Теперь дальше. Второе. После заседания Республиканского Совета сказали, что не обсуждалось на этом заседании. Не обсуждалось и даже не обсуждалось. Не обсуждалось. А если будет обсуждаться на следующем заседании? Обсуждалось только САКУМ. Что вам еще надо? Вы понимаете, у меня небольшое дежавю. Когда я был в муниципальном совете, именно фракция партии социалистов продвигала самые европейские нормы транспарентности, открытости и всех проектов решений, которые вытаскивали так называемых проевропейцев там, на белый свет, чтобы мы видели, какими коррупционными делами они занимаются. К сожалению, сейчас мне приходится констатировать, что фракция партии социалистов в парламенте приходится настаивать на том, чтобы мы поступали вместе, как две крупнейшие оппозиционные силы, которым вместе практически 70% населения доверило голос, чтобы побороть это политическое зло. У нас есть одно зло. Мы не выбираем между двумя злами, как вы сказали. У нас есть одно главное политическое зло, которое привело нашу страну к краю пропастей. Так вот, нам люди дали народный мандат для того, чтобы мы управляли этой страной. Не для того, чтобы мы собирались на одно голосование, а потом думали, что делаем дальше. А для того, чтобы мы сформировали полностью управление государством и дальше решили, что делать. Освободили страну от того, что называется, наши коллеги называют, олигархизация, труднопроизносимое слово, либо освобождение институтов государства от политического влияния группировки, либо одного человека. Освобождение захваченного государства. Так вот, возвращаясь к причинам, почему, как господин Попшой сказал, три причины, почему они считают, что спикер должен быть как минимум от них. Уважаемые коллеги, мы неоднократно уже об этом говорили. На первом этапе. На первом этапе. Мы неоднократно уже об этом говорили. То, что у вас есть какое-то недоверие к нам, я вам скажу, что у нас также есть недоверие к вам. Я не хочу сейчас начинать говорить про историю. Чего недоверие больше вы сегодня не обсуждаете будет. Дорогие друзья, не наши люди были в официальной коалиции с демократической партией, с партией Филата в течение 10 лет. У вас много людей, которые были в этой коалиции. Я не хочу напоминать, чтобы мы начинали вспоминать друг другу. Но у нас такое же и у нашего электора такое же недоверие есть. Гораздо длиннее. Господин Слуцарев, но вы согласитесь, что у нас к вам столько же недоверия, сколько и у нас к нам. Если уже начинать... Можно спорить. Нельзя спорить. Но, тем не менее, в отличие... Я говорю, уровень недоверия. В отличие от вас, мы не пришли к вам, учитывая, что у нас на 10 мандатов, да, почти на 10, 9 мандатов больше, у нас первое место, у вас по мандатам 3, мы не пришли к вам требованиям, чтобы вы поддержали наше миноритарное правительство. Потому что, когда Майя Санду приводит пример госпожи Терезы Мэй, я хочу напомнить, у Терезы Мэй было 317 голосов. Ей не хватало всего 9 голосов, и она попросила северо-ирландскую партию, унионистскую, добавить ей эти голоса. Вот это называется миноритарное правительство. Они, когда партия с третьего места требует от первого, чтобы они получили госпожи спикера. Не требует, а предлагает. Предлагает. Окей. Теперь. Наше дело предложить. Каждый вышел по своей оферте. Окей, хорошо. Теперь. Теперь. Наш и ваш избиратель, когда мы пойдем на выборы, мы будем смотреть, какие оферты были более нормальные и разумные. Мы не хотим, в том-то и дело, что мы категорически против и президента, мы никто не толкает. Страну на выборы. Мы предложили нашу оферту, которая более, на наш взгляд, более разумная и поддерживает баланс в обществе. И это учитывает интересы и вашего избирателя, и нашего избирателя. Потому что, когда я пойду на выборы, понимаете, я уверен, что и мои коллеги, и активисты, и депутаты, и кандидаты по всей стране, они пойдут, если, дай бог, все-таки так случится, что мы не сможем договориться, и мы пойдем на досрочные выборы. Я пойду на выборы с высоко поднятой головой. Потому что я могу сказать, что я сделал все возможное, чтобы мы победили партию демократов, убрали ее из власти. Мы предложили нормальное человеческое решение. И самое главное, все очень поймут, самое главное, я всем, и сторонникам Рената Усатова, подождите, и сторонникам Рената Усатова, и сторонникам партии коммунистов, и тем, кто кто-то сомневался в нас, и вашим же, вашим электронатам я буду говорить, что мы доказали на деле, что мы не бином. А с чем вы пойдете, я не очень понимаю. Потому что у вас было настоящее нормальное решение, как мы можем за один день избавить страну от демократов и от плохого человека. И теперь, я приведу один пример. Для меня, я считаю, что мы сейчас находимся как в каком-то вестерне, где есть, как в английском языке слово outlaw. Outlaw – это люди внезаконно, которые ходили по городам и грабили. Вот сейчас наша страна находится как в вестерне, где условно политическая группировка ходит по городам вестерна и грабит. Никто не может и протестать. Мы можем, как новый шериф, и можем остановить это. Но мы это не останавливаем, к сожалению. И вот для меня, для меня очень легко и, к сожалению, придется констатировать, что мы с вами можем упустить тот шанс, которого может не быть. И мы предложили нормальную человеческую, общемировую, общеевропейскую практику, которая есть везде. В Германии, в Италии, в Израиле. Мне странно, что нам приходится уговаривать проевропейские партии поступать по-европейски. А не нам люди, нас люди не дали мандат суда, чтобы мы на один день собирались, голосовали, потом собирались, еще три недели решали, где же мы встретимся, чтобы обсудить следующее голосование. На рабочей группе. Как начать рабочую группу? А вот сегодняшний коституционный суд, наверное, вы сейчас подходите к этому. Сегодняшний запрос коституционного суда от так называемых независимых людей – это сигнал о том, что мы даже еще не начали разговаривать и вести переговоры, не говоря уже о голосованиях, как вы хотите, в течение месяца голосовать. А уже демократы говорят нам и показывают, как они будут действовать, если мы не будем действовать слаженно, по единой повестке, с функционирующим правительством парламента. Давайте обсуждать повестку, почему вы не приходите на рабочую группу. Понятно. Рабочая группа, я так понимаю, состоится на заседании следующей. Я надеюсь на это. И вы будете обсуждать. Я вас бы верить. Я буду по порядку ответить на эмоциональное выступление. Очень коротко. Очень коротко, Александр. Значит, во-первых, если вы пойдете на досрочные выборы по этой системе, ваши головы быстро опустят. Вы говорите, что вы с города поднятыми головами. Потому что при этой системе вы можете говорить, что будет по-другому, что вы добавите где-то, что вы что-то сделаете. При этой системе шансов нет. Если будет ответ Конституционного суда, нельзя. Давайте дождемся. Нельзя, нельзя. Не сомневайтесь. Я ни в чем не сомневаюсь. Мы должны делать то, что от нас зависит. Мы не можем контролировать Конституционный суда. Абсолютно верно. Мы не можем контролировать, что в этой больной голове. Мы должны делать, что у нас. Еще один вопрос. Вы категорически, вот я хочу понять для себя, категорически отвергаете возможность изменения избирательной системы, возврата пропорциональной? Или допускаете, что это можно обсуждать? Мы не можем сказать, что готовы. Написано же, написано в решении Республиканского совета. Мы готовы обсуждать наш пакет законов. В том числе и практически все законы, за исключением антироссийских законов. Надеюсь. Все, за исключением антироссийских законов. Дальше. С одной стороны, нам предлагают коалицию на 4 года. С другой стороны, предлагают за один день избавиться от Плохотнюка. То есть, я здесь вижу определенную... Но это вы уже... Нет, нет, нет. Нет, нет. Но это важно. Это называется цепляться к словам. Нет, я не цепляюсь к словам. Я просто хочу сказать, что мы имеем эту общую проблему. Мы говорим, давайте решать эту проблему. Давайте ее решать постепенно, без долгосрочных обязательств. Мы абсолютно разные. Мы вчера еще друг с другом не здоровались. И мы... А социалисты говорят, или долгосрочная коалиция САКУМ, или досрочные выборы. Понимая прекрасно, что долгосрочную коалицию мы рассматривать не можем. Значит, они идут на досрочные выборы по этой системе. То, что хочет Плохотнюк. И то, что для нас... А мы говорим, что давайте... Даже если вы решили, так... Они миноритарное правительство не могут... В смысле, как вы понимаете... Анатолий, мы же сказали, мы вышли с нашим предложением. Миноритарное правительство и диагархизация страны. У них другая повестка дня. Говорят, коалиция на 4 года. Это то, что нас делают разными. Но у нас есть общее. Вот то, о чем Стас сказал, я подпишусь под каждым словом. По поводу шерифа, по поводу всего. Вот для нас это общее. Мы ищем решение... Создавайте коалицию. Не надо подписываться еще на 4 года. Подождите. У нас было много коалиций на 4 года. Так не надо, но не нужна коалиция. Которые раскладались через... Для того, чтобы провести генерархизацию, не нужна коалиция. И миноритарное правительство было, которое продержалось 30 и 90 дней. Подождите, мы не дошли туда еще. Нету доверия никакого. Мы говорим, давайте постепенно идти по этой повестке. Давайте делать рабочую группу. У меня на телевидении же рабочей группе. Давайте искать решение. На следующей неделе рабочей группе. Мы так и не поняли. Матренча сказал, что не будет рабочей группы. Но он вчера сказал, что не будет. Сегодня из выступления коллег мы поняли, что это возможно. В вашем предложении о том, чтобы создавать рабочую группу, ни слова не было сказано о том, что вы готовы рассмотреть наше предложение Республиканского Совета. Подождите. В том числе и наш пакет решений, состоящий из трех конкретных решений. Там было четко сказано, что мы готовы для обсуждения проектов, законов по диалегархизации и для того, чтобы этот процесс начать, для формирования рабочих органов парламента. Что здесь не ясно? Про предложение социалистов ничего не было сказано. Было где-то, что мы не против социального пакета. Вот это я где-то слышал. Нет, я понял, что господин Суракану, я понял, что мы против. Можно сказать и так. Сам факт, что мы сформулировали наше предложение после того заседания, и мы были настолько открыты, насколько это возможно. Мы сделали это предложение, и для нас было немного странно. Через полчаса вышел один батринчер и сказал, что не будет никакой работы группы. Еще один сценарий обрисовать. В частности, наш общий знакомый политолог, журналист Андрей Попов придерживается этой точки зрения. Что возможно, даже на следующей неделе под Пасху, так говорить, созыв заседания парламента продолжение. Предлагается кандидатура на пост спикера. Я не знаю, будут предлагать господин Анастасий, но социалисты предлагают госпожу Гречанную. И при тайном голосовании демократы голосуют за спикера. Мы это уже месяц слышим. За Зинаиду Гречанную голосуют. Каковы дальше будут следующие шаги партии социалистов? Вот, кстати, Анаслав Яковенко, известный политолог. Какова будет реакция социалистов, если демпартия выступит с предложением отдать пост спикера социалистам Министерства обороны плюс согласиться на голосование по социальному пакету? У меня такое ощущение, что у нас иногда во время передач специально ведущие, не обижайся, ведущие, или вот такие политологи, как Андрей, который думает, что он находится в казино. Ну нельзя, он же еще и поспорил с кем-то там, да? Типа ставка такая. Вот, давай посмотрим, что это будет так. Господин Анаслав Яковенко, знаете, вопрос его висит на Фейсбуке, он задал первый вопрос, как только я беру передачу. Я еще раз говорю, давайте мы не будем ходить по базару, не будем ходить по всему Фейсбуку, потому что на Фейсбуке можно увидеть и услышать то, чего не существует. Но кто-то будет пытаться это справаться. Я удивляюсь, что еще прорицателям не обращались. Я уверен, что вот многие считают себя внуками, правнуками, бабушки, ванги и так далее, и так далее. Я предлагаю подходить к этому вопросу, как серьезные, солидные люди. От нас избиратели ждут этого. Не того, что мы будем сидеть и обсуждать слухи. А вот, Х сказал так, Игорь говорит, да нет, не так, и так далее, и так далее. Давайте, и тем более, просто моя просьба, рекомендация, не знаю, как хотите. Мне приходилось в своей жизни участвовать в разного рода переговорах. Политических, другого типа переговоров. Но я всегда всем говорил, не надо искать в словах другого, значит, то, что тебе больше нравится, или скрытый смысл, или передергивать, или цепляться, как сказал Анатолий, за слова. Есть фигуральные выражения в течение одного дня. Все прекрасно понимают, что в течение одного дня невозможно. Я об этом говорил, но не все. Но и за месяц нельзя исправить то, что 10 лет строилось. Конечно, но, потому что мы не сможем за месяц-два. Этот же проект законов, который вы предложили, второй блок, это проекты, которые, во-первых, еще очень сырые, во-вторых, их надо очень хорошо и внимательно проработать, чтобы потом не возник опять конституционный какой-то суд, и чтобы опять не порушили все то, что мы вроде бы хотим делать. Поэтому здесь не хватит и месяца, и не двух месяцев и так далее. Дальше. Вы говорите вот про сегодняшнее обращение, задание конституционного суда. Я могу предположить, что они скажут, да, раньше, чем за год, нельзя менять. Могут такое, как рекомендацию высказать. Поэтому мы и говорим. Ребят, мы не должны. Мы, да, ну, рекомендация конституционного суда у нас и тогда трактуется как обязательность. Потому что наше предложение такое. Ребят, не надо жить только сегодняшним днем. Я не имею в виду 19 апреля. А я имею в виду, не надо жить только этим годом. Не надо жить только будущим годом. Нас избрали на 4 года. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы был функциональный парламент, и правительство было функциональное, и решало вопросы, в том числе те, которые интересуют и бабушек, и дедушек, и малышей, и учеников, и студентов, и так далее, и так далее. Эти вопросы ведь, мы их никуда не задвинем. Мы тоже должны решать. И решать должны только функциональным правительством. Миноритарным правительством или семиминутным голосованием решаются только конкретные частные вещи. Это будет очень несолидно и неправильно. Давайте начнем решать эти проблемы. Господин Сурканов, вы говорили. Вот об этом мы и говорим. Господин Сурканов, вы говорите, что... И поэтому мы сразу скажем, дорогие мои, если мы идем на то, чтобы создавать вот это большинство, то оно должно иметь как начало созданное, так и дорожную карту, что это большинство будет решать, в том числе поэтапно, повременно. Повестку дня. Повестку дня не заседания одного, а повестку дня. Законов. Законов. Законов, где включаются и законы, это будут и политические законы, и судебная система, антикоррупционная, и социальная, и так далее, и так далее. Не монополизируйте. Но мы должны, мы должны... Декларации это политические, это не нормативный акт. Декларации это политические. Это очень важно. Господин Сурканов, вы сказали, что вы участвовали в многих переговорах, я вам верю, у вас политический опыт серьезный. Но вы понимаете, основа любых дискуссий политических, любых, даже в семье, в бизнесе, это доверие. Вы же не скажете вот сейчас людям, смотря камеры, что между нами, мы готовы... Михаил, сразу отвечаю. Доверие... Почему возникает необходимость переговоров? Из-за отсутствия, из-за дефицита доверия. Если было бы доверие полностью, о чем тогда переговоримся? Поэтому мы сейчас говорим о том, что доверие должно формироваться. Вы монополизируете, у вас опыт в парламенте большой. Давайте, говоря о доверии, да? Вот есть такая информация, да? Демократы нам каждый день говорят, что вот с вами завтра, послезавтра уже месяц будет правительство. Нет, они не говорят такое. Нет, по каналам они нам дают информацию по 2-3 раза в день. Специально вам ее и закидывают, специально вас нервируют. Но говоря о другой информации или дезинформации, не знаю пока. О том, что господину Дадону в Москве сказали четко, избирательную систему надо менять. Потому что в худшем случае, если пойдем на досрочные, избирательную систему надо точно менять. И вроде как бы господин Дадон согласился, но как ему не согласиться? Михаил, мы вчера вернулись с нас. Будьте добры, будьте добры, будьте добры. Вы не присутствовали при встрече господина Дадона в Москве. Всех. А вы присутствовали? Нет, но факт, что вы не присутствовали. Нет, но вы присутствовали. Я вам говорю информацию. И господин Дадон согласился, что избирательную систему надо менять. Но по приезду в Молдову есть иск в Конституционный суд. И Конституционный суд скажет, что нельзя менять. И тут господин Дадон пойдет и скажет своим коллегам, приятелям в Москве. Вот, хотели, но не получается. И пойдем на насрочную. Зачем вы решаете, что делает Дадон, когда он кому пойдет, что скажет? Ну, что мы моделируем? У нас есть информация, что ваши партнеры, европейские и американские, сказали вам, несмотря на то, что на любые действия соглашайтесь на условия партии социалистов. Кто это сказал? Есть информация. Ну что, ну что вы смеете? Так же и мы смеемся над вашими. Спасибо, что мы сейчас будем сидеть в информации. А продолжим обсуждение после короткой рекламы. Может быть, во время рекламы напишем декларацию о создании коалиции? Преамбул, по крайней мере. Я в миноритарном правительстве еще, да? И сразу напечатаем деньги, раздавать людям. У нас короткая реклама, оставайтесь с нами. После рекламы будут раздавать деньги, отпечатанные на принтере. Мы вернулись в прямой эфир. Конечно, самые интересные дискуссии во время рекламы. Иногда я жалею, что нет скрытой камеры, чтобы это потом показать. А я не уверен, что нет. Я хотел вас спросить. Вот очень много слухов по поводу поездки в Москву. Она была какая-то таинственная, эта поездка. В понедельник утром, я насколько знаю, депутаты еще не знали. А во вторник, в обед, они уехали в Москву, улетели. Только не говорите, что вы там не обсуждали вопросы создания коалиции и вообще не упоминали это. Приезжают депутаты, которые еще... Вы нам ставите вопросы, заранее говорите. Нет, 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 нет. Вот, хорошо. Поэтому у Молдовы опустилось несколько позиций прошлого депресса. Что вы обсуждали? Серьезно опустилось. 40 позиций за 4 года. А, 44 года. По 10 каждый год. Что обсуждали? Парламент еще не начал работать. Неизвестно, начнет ли работать. Может, будет распущен. Рабочую группу. Конкретно рассказала. Дело в том, что все, говоря о тайнах Мадридского двора, забывают о том, что у нас есть соглашение с Единой Россией по сотрудничеству межпарламентской. И у демократов тоже. У нас есть Справедливая Россией. Мы встретились с представителями фракции партии коммунистов. У демократической партии, кстати, тоже есть Единой Россией. Кроме того, что у них было раньше на бумаге, больше у них ничего не было. Больше ничего не было. А у нас есть конкретные дела. Конкретный обмен делегациями. Конкретный обмен опытом. Значит, есть план проведения поездок. Комиссии Козловской не боитесь. Поэтому никаких абсолютно... Да, мы, конечно, проинформировали о том, какая у нас ситуация на сегодняшний день после выборов. Мы проинформировали нашу позицию. А именно Зина Петровна рассказала о том, какое решение было принято на полицовете. Это было, это не секрет. Это открытая информация, доступная. Поэтому я не знаю, почему вы решили, что это такая какая-то тайная поездка. Нет, 35 человек полетели в Москву, никто ничего не пишет. Ну, кстати говоря, народ пришел в парламент к социалистам. Где депутаты? Они все в Москве. Тот факт, что нас пригласили всей фракции, говорит о том доверии, которое существует у наших партнеров. Потому что некоторые фейс-матоналитики, о которых вы говорили, писали, что вот, у социалистов потеряли доверие после выборов. Да, да, да. Понятно. Обычно межпарламентская суда. Бегали, поехали восстанавливать. Господин Дадон не присутствовал или присутствовал? Сейчас нет. Нет, его не было. Нет, его не было. Он был здесь, в Кишине. Это ведь тоже интересный факт. Вопрос зрителей, несколько вопросов. Илья Киселева известный. Вопрос представителя АКУМ. Социалисты претендуют только на те министерства, которые определяют внешнеполитическую линию Молдовы. Несогласие АКУМ с этим означает, что для вас геополитика важнее так называемой диолигархизации. Вопрос можно повернуть обратно. Важнее для социалистов, если они это просят. Если бы для нас была геополитика важнее, мы бы из этих 12 пакетов взяли бы 2 или 3 стратегическое партнерство с Румынией, например. Или еще какие-то геополитические. Вы заметили, мы понимали, с кем можно проголосовать эти проекты. В отличие от социалистов, которые вышли опять же с вопросами в этих проектах, которые разделяют общество и нет единого мнения, мы вышли с теми, которые четко содержатся и в программе социалистов. Нас не интересует сейчас геополитика. Мы проевропейская партия. Мы от этого никогда не откажемся. Это доктринально мы отличаемся от партии социалистов. Почему и не можем говорить о долгосрочной коалиции. Но нас сейчас, я абсолютно согласен с господином Бортоньяном, что приоритет сейчас, если мы сможем вытащить страну из атмосферы страха. Кстати, когда мы встречались с господином Додоном, который за 2 недели так сильно поменял свое мнение, что даже я удивился. Первое, что он нам сказал, что общество живет в атмосфере страха. И так дальше жить нельзя. Мы полностью с этим согласны. Господин Додон, давайте выходить из этой атмосферы страха. Потому что, на мой взгляд, сейчас основной тормоз по этой повестке дня – господин Додон. С моей точки зрения. И я знаю, что в партии социалистов есть другие мнения. И мне кажется, что есть достаточно конструктивная позиция. По-моему, вы знаете опять то, чего даже они не знают. Ну, наверное, поэта господин Додон не присутствует в этой встрече. Которая говорит о том, что мы готовы рассматривать в рабочей группе, в том числе и тот пакет из трех составляющих, которые предложил Республиканский Совет. Это высший орган руководства партии. Кто бы что ни говорил на любых телеканалах, все равно мы должны следовать. Следовать, как и, наверное, у вас есть совет, которым вы принимаете решение, которым вы тоже следуете. Вот и все. В конце концов, еще раз я повторяю. Когда мы ставим на весы ваше предложение и наше предложение, нам кажется, и нашим электорату, нашим избирателям кажется, что наше предложение более… Оно учитывает избирателей и ваших, и наших. И давайте, господин Слуцарь, господин Попшой, я вам предлагаю лично, давайте мы вместе с вами возьмем 4-5 городов. Один город в центре страны, другой на юге, в Кагаузи, третий на севере, чтобы были разные. Мы сможем с вами пойти в народ, вот вдвоем, включить лайф и спросить 15-20 человек подряд, где-нибудь на базаре, чтобы было разные люди. И спросить, как вы считаете, сейчас, в сегодняшней ситуации, АКУМ и ПСРМ могут пойти на коалицию, чтобы сместить демократическую партию от власти? И я вам уверяю и гарантирую, что 90% людей скажут да. И вы были на эфире вместе с господином Попшой. Господин Попшой, вы были на эфире на журнал ТВ. Два человека позвонили. И сказали, что скиньте Плохотнюка. Нет, они сказали, скиньте Плохотнюка. И для этого сотрудничайте. Это большая разница. Ваш лекторат уже вам говорит открыто на телеканале. Фатчет Альянса. Нет, они говорят, сотрудничайте с социалистами для того, чтобы свалить Плохотнюка. Никто не ставит вопрос о долгосрочной коалиции. Ну, как это вообще об этом можно говорить в отсутствии доверия? Почему мы ставим телегу впереди лошади? Мы предлагаем идти поэтапно. Вы хотите расписать на 4 года. Господин Попшой, мы в отличие от вас, мы вам доверяем, чтобы у вас был премьер-министр. Мы даже готовы. Майя Санду сказал, что она приведет 200 миллионов евро в страну. Как вы видите, что она приведет 200 миллионов и на 3 месяца коалицию? А что будет с деньгами? Кто даст 200 миллионов евро на 2-3 месяца? Мы не дошли до правительства. Господин Попшой, я вам предлагаю в соглашении о создании коалиции в преамбуле написать, учитывая отсутствие доверия между сторонами, мы ниже подписавшиеся договорились подвести... Вы знаете, что говорят люди в Фейсбуке? Что самый главный тормоз сегодняшней коалиции, возможности нас сместить в демократическую партию, это невозможность двух человек, ваших двух лидеров, поделить эти две должности, одну должность. Это глупость. Ну почему глупость? Ну потому что есть пример и спикер, а есть лидеры платформы, да, лидеры... Вот есть такая информация. Есть такая информация. Так, вы говорите. Я вообще не вижу. Вот как нам, трем лидерам трех партий, две должности ждать? Дайте, Владимир Владимирович. Вот есть такая информация. Чтобы было понятно, почему мы... Кто будет мэром Кишинева? Себе ответили на этот вопрос? Это уже люди изберут. Это уже люди изберут. А кого вы людей избрали в прошлый раз? Я думаю, что... Начали обсуждать одно счет до Кишинева. Пожалуйста. Значит, я просто хотел объяснить, почему мы именно называем эти министерские портфели, потому что их деятельность, координация этих деятельностей является прерогативой, конституционной прерогативой президента. Где написано, чтобы МВД это является конституционной прерогативой президента? Значит, вопросы... Мы не пошли туда. Я могу вам расшифровать. Обеспечение общественного порядка. Конечно. Господин Цуркан, в прошлой передаче был господин Дадон. А социальная политика, понимаю, вас вообще не интересует. Интересует. Нет, почему не интересует. Интересует, поэтому мы... Просто со стороны мы будем предлагать проекты. Мы от вас отличаемся тем, что мы не называем вас злом, мы уважаем ваш электорат, ваши 360-380 тысяч, мы понимаем. Мы уважаем ваш электорат, но наших кардинальных противоречий никто никуда не может выкинуть, особенно сейчас. Вы хотите, чтобы пошли на политическую войну с человеком из партии, которая 10 лет привела страну и института власти к сегодняшней, без того, чтобы у нас были какие-то инструменты в этой войне. Давайте обсудим инструменты, но не на 4 года. Мы предложили решения обсуждать, вы готовы их обсуждать? Вы готовы обсуждать наш пакет из трех решений? Мы готовы обсуждать пакеты диалегархизации и формирования работы. Вы готовы обсуждать те вопросы, которые раскалывают общество? Мы готовы обсуждать социальные проекты. Какой вопрос раскалывает общество? Связанный с языком. Зачем-то вы... Стоп, стоп, стоп. Подождите, зачем-то вы это... Опять нейтралитет, который прописан в Конституции. Зачем вы... Нейтралитета нет в пакете. Где пакете нейтралитета? Вы еще не изучили даже. Да нет, нейтралитета вообще нет. В пакете нет нейтралитета. Нет, там нейтралитет, Александр. Я вообще не хочу, чтобы вас... Я изучал... Я вам хочу сказать, что касается закона о языках. Мы вовсе не для того, чтобы расколоть общество, а наоборот, для того, чтобы сконсолидировать. Так и либералы говорят. Нет. Послушайте, межэтнический мир это то, что будет сплачивать общество. И тот же валенный... Можно я скажу до конца? Владимир Ванч, почему там написано? По-разному. Могу я сказать до конца? Какой язык там прописан государственный? Постойте. Ну, ответьте людям на вопрос. Я читал, вы читали. В Конституции написан молдавский язык. Точка. Все. Мы, значит, уже забыли про олигархов. Но мы сейчас говорим не об этом. К сожалению, далеко не точка. Господин Сулкан. К сожалению, далеко не точка. Мы говорим сейчас о том... Вот в этом-то и проблема. Зачем вы вытаскиваете голос? Дайте высказать. Александр, я могу сказать или нет? Спасибо. Дайте высказать. Пожалуйста. Значит, Конституционный суд признал этот закон, устаревшим. И говорит, нет такого языка. Зачем нам об этом ругаться? Это неверно. Зачем нам об этом ругаться? На каком языке нас грабят? Вот сколько, 10 лет Стас говорил про это. На каком языке нас грабят? Вы знаете, я знаю одно выражение. Если наступишь дважды на одни и те же грабли, все вспоминают, что помнят и знают русский язык. Когда грабли стукнут по лбу. Знаете, почему так говорят? Вам кто-то мешает общаться на русском. Мы сейчас говорим о другом. Мы вам назвали пакет. Вот вы имеете возражение против этого? Выскорите. Окей. Хотя он вытекает. Но вы не собираетесь обсуждать о рабочей группе. Скажите, чего вы боитесь? Господи Сусарь, вся проблема с сегодняшним неспособностью договориться, это ваши страхи. Вы боитесь, что про вас скажет Холденька Плохотнюка? Вы боитесь, что у вас скажет унионисты Павличенко? Вы боитесь, что у вас скажет семья Андреевского? Только вы ничего не боитесь, вы голосовали за МИКС, ничего не боитесь. Почему-то страшно. Потому что мы готовы объединить общество. Мы понимаем, что за последние годы независимости 27 лет. Результат МИКСа вас устраивает? Вы выдвигаете инициативу, которая разделяет общество. Нас результат МИКСа не устраивает, потому что институты государства захвачены. Сам МИКС. Это нормальная система. Давайте освобождать людей по иническому и политическому принципу. Учитывать интересы, воплощать друг друга. Мы на этой неделе уже могли несколько встреч с рабочей группой провести, чтобы мы здесь не ругались, а работали. Пару вопросов зрителей. Борис Гончар, депутатом блока ОКУМ. Неужели вы думаете, что ваши инициативы можно воплотить без политической стабильности, которая возможна только при условии формирования большинства? Начинать их воплощать. Для того, чтобы отставить. Скажите мне, говорят, что нам нужно что-то, чтобы отставить Ботнера. Нам нужно 34 подписи. У нас есть 26. Нужно еще от социалистов. Что нужно? Какая нужна политическая стабильность, чтобы отставку его, зумбряну, цик? Потом нужно заключение комиссии, процедура. Заключение комиссии – это 2-3 дня. А кого она значит? Сформировать комиссию. Это несколько недель. Зачем нужна политическая стабильность, так называемая? Мы видели эту политическую стабильность. Я приеду политическую стабильность. Я знаю уже этот стабилизец. Я про него вот сыпь по горлу этой стабильности. Спасибо. Самая стабильность из Молдови – это доймы. Спасибо. Самая стабильная. Давайте решать вопрос уже. И к вам вопрос Григорий Петренко, известный вам политический беженец. Допускают ли социалисты формирование миноритарного правительства от ПСРМ или технократического правительства при поддержке ДПМ? Миноритарное правительство партии социалистов. Возможно? Господин Петренко читал решение Республиканского совета. Там есть что-то про миноритарное правительство при поддержке ДПМ? Нет. Поэтому не допускают. А возможно тогда мой вопрос. Возможно другое заседание Республиканского совета, которое констатирует, с учетом того, что Блока Кум отказался от создания официальной коалиции, Республиканский совет партии социалистов уполномачивает фракцию, вести переговоры с демократическим партией. Мало еще всего можно. Возможно, что на следующей неделе наши коллеги из АКУМ все-таки преодолеют свои страхи перед своим электоратом. Их все-таки электорат убедит в том, что наше предложение, оно самое разумное, и его можно обсуждать. И они наконец-то произнесут это слово «переговоры хотя бы». И в продолжении последней. Каждый. Как вы видите развитие событий? Как вы прогнозируете развитие событий? Пожалуйста, от вас. С вас начнем. Я очень надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает, потому что в конце концов за нами наблюдает 70% населения Молдовы, почти 800 тысяч человек. И я думаю, все-таки мы найдем общий язык, и каждая партия не будет отходить от своих... Я бы сказал, что наблюдают все 100%, и всем хочется жить лучше. И все надеются, что... Даже могу сказать, что среди... Как вы видите развитие событий? У нас времени нет. Ну, хотя бы начнем эту рабочую группу, в конце концов, чтобы что-то делать, не ругаться на телевидении. А работать, начинать работать в рабочей группе. Господин Суцарь. Мы пойдем по повестке диалегархизации, и мне кажется, что есть точки соприкосновения. Более того, я сказал, говорю и буду повторять это. Даже если возьмем худший вариант, и партия социалистов все-таки выберет варианты срочных выборов, у нас остается два месяца. За два месяца можно хотя бы сделать, почистить, если не на 100%, то на 30%. Мы хотим работать в парламенте. Мы пришли сюда работать, а не ждать распуска парламента. Спасибо. Господин Циркан. Значит, в решении Совета Республиканского было четко записано. Мы не за то, чтобы были досрочные выборы. Первые, трое. Мы за то, чтобы договориться... Как вы видите развитие событий? Я говорю о том, вот по этой программе будем идти. Договориться с АКУМ, но договориться на разумных, законных основаниях и практике международной. То, о чем мы сейчас говорили. И только в этом случае мы сможем что-то решить, в том числе и с того пакета, который предложил АКУМ, и, естественно, с того пакета, который предложили. Вопрос, напоследок не хотите задать. Когда первое заседание рабочей группы? Как только вы признаете, что вы готовы обсуждать наш пакет предложений? Я понял, что вы не сказали, что... Смотрите, вы считали, что... Смотрите, статус румынского языка? Нет, нет, стоп. Там вообще в этом законе нет ничего. Там европейская хартия... Вы не готовы обсуждать европейскую хартию языков? И обсуждение начинает... Как вы считаете, там язык... Сбрание звезды гречан спикером парламента. Это начало диагностизации? Можем, можем... Ну вот пока вы не готовы обсуждать, я думаю, мы не придем. А что имеет... Сбрание спикера, это инструментарий. Это не решение. Отлично. Так если для вас это инструментарий, давайте его используем. В чем проблема? Давайте поставим сначала законы. Где олигархизация? Отставки, захваченная государь. Пожалуйста, ну давайте ставим. Спикер. И органы будем рассматривать... Ставить будет спикер, согласен. И спикер будет от той партии, которая набрала первое место. На рабочую группу вы согласны приходить? Если вы готовы обсуждать то, что мы говорим, то да. Это разные мнения. Вы готовы обсуждать наши предложения? Если будем ставить условия так, то мы далеко не дойдем. Я так понимаю, что передача начинается заново. Мы начинаем по той же заезженной колее идти. Я надеюсь, что вы за эфиром договоритесь о том, когда проводит первое заседание рабочая группа. Я надеюсь, до Пасхи, учитывая, что осталась неделя. Хочется верить. А мы с вами, уважаемые телезрители, увидимся еще в следующую пятницу. Дорогие гости, спасибо за участие в сегодняшней передаче. Успехов вам в работе. Я надеюсь, что парламент начнет работу наконец-то. Этого ждут все. Я Анатолий Голев. Всего вам доброго. До встречи в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин